добрый день уважаемые коллеги рад всех приветствовать пожалуйста отметьте плюсами в чате хорошо ли меня видно и слышно великолепно ну что давайте начнем у нас достаточно много материала которые я хотел бы вам рассказать сегодня давайте приступим во-первых разберемся так презентацию тоже все видят да отметьте я все отлично давайте для начала начнем с формулировки той проблемы с которой мы работаем если подходить с такой технически ну что ли так сказать упрощенной темы то проблема называется проблема копипейст ну вот просто несколько примеров того что эта проблема не надумана она действительно ну скажем так как минимум как минимум существует в 2005 году когда мы только начинали разрабатывать систему антиплагиат еще не было никаких систем обнаружения заимствования работающих на русском языке мы провели небольшое исследование мы взяли в вузах попросили несколько сотен собрали дипломных работ защищенных на отлично и проверили с помощью ну скажем так обычных интернет поисковиков посмотрели откуда эти работы заимствовали нашему удивлению более половины работ были скопированы из интернета полностью за исключением титульного листа то есть это проблему четко обозначила дальше было мы проводили различные исследования мы не только мы вот например высшая школа экономики периодически тестирует опрашивает студентов и по одному из последних опросов один из последних опросов показал что 35 процентов опрошенных студентов называют скачивание работ из интернета распространенной практикой 2013 году мы провели исследование исторических диссертаций и обнаружили проверяли только диссертации сами по себе то есть не сравнивали ни со статьями не с интернетами с какими другими источниками мы обнаружили что из 14 с половиной тысяч диссертаций по историческим наукам защищенным с 2000 года к тому моменту в россии более полторы тысячи в принципе не содержит оригинального текста относительно других диссертаций то есть это вот компиляции рефераты чистой воды совсем недавний уже результат просто чтобы тоже закончить проблематизацию в этом году мы провели исследование искали дубликаты статей то есть случае когда один и тот же текст научной статьи публиковался бы под разными реквизитами либо в разных журналах либо даже в одном и том же и мы нашли более 70 тысяч таких случаев я вот а последний о последнем исследовании я скажу чуть более подробно в конце а давайте перейдем дальше собственно вот еще один пример это пример из статьи михаила сергеевича гельфанда вышедший в прошлом году это вот пример того как скажем так форме некорректных заимствований выглядит фальсификация медицинской диссертации слева диссертация 2005 года справа диссертация 2011 года вот фрагменты текста отличаются между собой только наименованием болезни и только наименованием препаратов все остальное концентрации результаты там методика проведения исследования одинаково описание одинаковое это означает что фактически этот текст был просто скопирован из одной диссертации в другую изменены несколько входящих туда ну скажем так ключевых слов и эта диссертация была выдана за оригинальных если формулировать проблему коротко то с помощью современных информационных технологий с помощью тех массивов информации которые доступны всем нам подготовить несамостоятельную работу гораздо проще чем обнаружить ее несамостоятельность без специальных инструментов и вот таким специальным инструментом является в частности система антиплугиад пару слов о ней собственно антиплугиад это первое решение разработанное для поиска заимствований на русском языке работает с 2005 года на данный момент это не просто доминирующие решения в россии и белоруссии там казахстане и киргизии и ряде других стран но и можно сказать стандарт де-факто но даже нарицательное наименование то есть антиплугиадом называются любые инструменты для обнаружения заимствования если подходить технические точки зрения то антиплугиад это поисковик мы все привыкли пользоваться яндексом другими системами принципе то же самое есть запрос это документ любого размера практически любого формата есть результат проверки интерактивный отчет которым подсвечен заимствованный текст показан источники рассчитан процент оригинальности есть разные версии системы антиплугиад есть система которая предназначена для частных пользователей работает на сайте антиплугиадру есть другие версии системы я думаю что многие из вас как минимум слышали о них а скорее всего даже пользуются собственно проверка работы так вот на первый взгляд выглядит очень простой загрузить документ систему система обрабатывает документ предоставляет пользователю отчета проверки и вот наступает наверное самый важный шаг о котором я сегодня буду говорить очень много это анализ отчета и о самом анализе необходимости проведения этого анализа как правило как правило проблема заключается в том что многие этим шагом пренебрегают сводит его ровно к одной вещи посмотреть на процент вот как выглядит отчет это собственно текст проверяемого документа в котором ну как маркером выделенные заимствами фрагменты есть сноски на источник справа список источников это интерактивная форма в ней можно включать выключать источники результат отчет автоматически пересчитывается и это тот инструмент который позволяет как раз выяснить эксперту редактору преподавателю как раз понять найти для себя ответы относительно структуры заимствований в этой конкретной работе ну давайте по порядку собственно вот одна проблема которую я скажем так осветил это является проблема копипейст то есть то когда студенты ученые авторы копируют безосновательно копируют чужие тексты в своей работы или некорректно отражают своих работах совершенные заимствования это одна часть проблемы вот для ее решения как раз и создаются системы обнаружения заимствований такие как антиплагиат другая проблема или другие проблемы возникает из-за того что как показывает опыт системы используются неправильно как именно неправильно используются системы собственно вот можно сказать три типичные проблемы здесь выделены в части проведения проверки на заимствования ну скажем так основная может быть самая серьезная проблема это просто отказ от проверок ну примерно с такой аргументации наши преподаватели редакторы и так хорошо знакомы с материалами они-то уж видят и чует все что студента автор может откуда-либо скопировать ну достаточно смешной аргумент и в общем то как показывает практика человек сейчас выходит настолько невообразимое количество учебных материалов человек не в состоянии не просто запомнить а даже прочитывать даже получен какой-то узкой тематике прочитывать все что публикуется в мире поэтому но этот аргумент в общем то не состоятельно 2 2 типичная ошибка и к сожалению наверное она ну скажем так оказывает наибольшее негативное влияние на то что сейчас происходит это то что единственным критерием анализа на оригинальность делается некий минимальный допустимый процент оригинальности или как максимально допустимый процент заимствовать это совершенно порочная практика она приводит к тому что фактически преподаватель эксперт редактор они заменяют свой интеллект свой мозг делегирует его какому-то поисковику пусть даже и это хороший поисковик антиплагиат но тем не менее это система с узким технически система с узким назначением задача которой найти и подсветить и заимствованные фрагменты у системы антиплагиат и как и у других любых других систем обнаружения заимствований нет цели нет задачи принять решение как раз принимать решение должен преподаватель редактор эксперт поэтому просто свести к тому чтобы сравнивать процент с порогом в корне неверно ну и третья такая типовая ошибка это делегирование проверки на заимствование самому автор выглядит как принеси пожалуйста вместе с работой справку что у тебя там все хорошо с плагиатом на жаргоне все хорошо с заимствованием естественно что автор лицо заинтересованное у него очевидный конфликт интереса в этой ситуации и совершенно очевидно что не очень понятно где он эту справку будет брать но даже если он ее и принесет то плохой то есть даже объективные она точно не будет если вы думаете что это вот проблемы только наши российские или скажем так постсоветские но я честно говоря тоже так думал еще скажем год назад это не так марки в марте 2019 года вышло в журнале нейча статья дебора ребер руль которая называется систему если переводить на русский система обнаружения заимствований и помощник и проблема и в принципе в статье говорится ровно о тех проблемах причем с точки зрения именно устройства глобальных глобальных проверки на заимствование в глобальном масштабе это общая проблема в целом целом научно-образовательное сообщество чаще всего некорректно используют инструменты обнаружения заимствами как же корректно давайте разбираться для начала договоримся но неких таких аксиомах определениях о понятиях первое важно то что современная научная работа практически не может обойтись без заимствования то есть заимствование текста заимствование каких-то других элементов в работе это не является чем-то предосудительным это обычный атрибут практики ученого практики обучающегося практики студента заимствование это нормально и вопрос важно то что бывают заимствование ну скажем так хорошие бывают плохие в чем в чем отличие во первых ну здесь я буду использовать терминологию введенную книги шахрая аристартыдеев эта книга ну скажем так условно около варковская такая написана около варковскими авторами в 2014 году сразу оговорюсь что определение ну и терминология сейчас уже очевидно вызывает тоже ряд неудобств не совсем она все-таки подходит но пока другой нет поэтому пока опираемся на на вот введенную авторами в этой книге терминологии и так работе научно учебной работе могут быть правомерные корректные заимствования здесь дано определение правомерным заимствованием называется обоснованная цельами цитирования использования в своем произведении науки чужого части чужого текста с обязательным указанием ссылкой на истинного автора и источник заимствования оформленные в соответствии с установленными правилами цитирования если говорить ну скажем так по простому что это означает с точки зрения автора что это означает с точки зрения проверяющего это означает что читатель легко видит то есть для него совершенно очевидно что текст заимствован и он может очень легко понять из какого источника то есть есть ссылка на источник и есть четкое отделение заимствованного текста от текста написанного автора еще важный момент что объем этого заимствования ну скажем так не превышает какие-то разумные пределы этот объем обеспечен что называется целями целями проводимого проведенного заимствования эта ситуация когда все хорошо какие могут быть нарушения нарушением является некорректное заимствование некорректное но правомерное это тот случай когда читатель знает что текст заимствован но может испытывать затруднения поиски источника чем это обычно связано это еще называется но вот в западной практике это называется академическая небрежность то есть автор работы не пытался скрыть то что он заимствует у кого-то заимствует фрагмент текста но не очень аккуратно подошел к оформлению этого этого заимствования и читатель ну скажем так или вовсе может не найти откуда именно произведено это заимствование либо потратить на это слишком много ресурсов другим другим примером нарушения в этой области является неправомерное заимствование тот случай когда заимствование не обоснованно целями цитирования нет указания на истинного автора если опять же вот с точки зрения проведения критерия то когда заимствование может считаться неправомерным то это тот случай когда читатель умышленно или неумышленно введен в заблуждение и может посчитать что заимствованный текст написан автором или объем заимствованного материала избыточен с точки зрения цели цитирования то есть слишком большой кусок текста вот вот виды заимствования возникает вопрос антиплагиат проверили работу антиплагиат нашел заимствование что делать давайте разбираться ну начнем наверное с самого простого хотя и самого печального случая это обнаружены неправомерные заимствования вот здесь первый же вопрос который естественно возникает а важен ли объем неправомерных заимствований и ответ на него нет то есть заимствована ли но грубо говоря заимствована ли вся работа неправомерно целиком либо заимствован какой-то относительно небольшой фрагмент не знаю например часть результата с точки зрения судьбы работы судьба одинаковая это работа не должна приниматься ни под каким видом это грубое нарушение академической этики и в принципе здесь можно по-разному прорабатывать в зависимости от жанра дальнейшей скажем так судьба этой работы судьба этих авторов она может быть различны вот например я просто дам ссылку и здесь скажем так одной странице рекомендации комитета по публикационной этики что делать если например обнаружены неправомерные заимствования в поданной рукописи в журнал что должен сделать редактор ну не буду останавливаться чересчур подробно вот такая не блок схема она останется у вас презентации я просто прокомментирую ряд пунктов этой схемы то есть если редактор видит и уверен в том что заимствование неправомерный он связывается с автором и первое что он делает это получает от них объяснение то есть обращаю ваше внимание это не письмо что ваша работа отклонена мне много плагиата вообще в сочетании много плагиат это отдельная история не так запрашивается объяснение запросу прикладывается отчет запросу прикладывается интерпретация этого отчета сделается письмо и дальше автора работы но если эта статья то это есть корреспондирующий автор если это квалификационная работа учебная работа у нее есть просто автор студент аспиранца искатель степени у него делается запрос почему в его работе обнаружены неправомерные заимствия дальше может оказаться ситуация что будет получен ну скажем так удовлетворительный ответ удовлетворительный ответ ну у комитета публикационной этики приводятся примеры удовлетворительных ответов вида молодой исследователь не был осведомлен о правилах и так далее но на самом деле на практике может быть удовлетворительный ответ другого вида это те случаи когда автор подтверждает свое свое авторство над этим так сказать вот над заимствованным фрагментом относительно заимствованного фрагмента каких случаях могут быть ну скажем так типовые подозрения типовые ошибки например смена фамилии автора более ранние публикации делались под одной фамилией затем 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 этот текст попал допустим квалификационную работу и но эксперт не смог понять потому что например отсутствовала должная ссылка на более ранние работы того же автора под другой фамилии при этом фактически эта ситуация переходит из неправомерного заимствования в некорректное заимствование то есть автор автору необходимо всего лишь поправить ставить ссылку на себя бывают более сложные случаи бывают случаи когда текст заимствован из авторского источника то есть заимствован правомерно но этот источник по сути отсутствует цифровом виде и система антиплагиат не может обнаружить пересечение именно с этим источником но судьба у текста примерно следующий кто-то тоже из этой ну скажем так книжки не оцифрованной взял текст опубликовал у себя и затем этот текст уже появился в индексе системы антиплагиат и теперь система антиплагиат определяет пересечения именно с этим ну скажем так повторно опубликованным документом может быть и за другим авторством в этом случае опять же автор предъявляет доказательства того что у него выходила публикация своевременно ранее чем тот источник который был найден и это объяснение считается удовлетворительным обращаю внимание что если объяснение не получены или получили неудовлетворительное объяснение то в этом случае ну наказание может быть достаточно серьезным это не это наказание не вида то есть это либо неудовлетворительная оценка на защите либо неудовлетворительные голосования либо с недопуском к защите вопросы часто бывают сложные ну то есть совет может если это речь идет о диссертации на соискании ученой степени то совет может просто эту работу не принимать защите если речь идет о рукописи научной статьи то здесь даже копия комитета публикационной этики рекомендует уведомить работодателя то есть написать письмо в организацию с которой аффилирован автор и уведомить что в работе обнаружены неправомерные заимствования но опять же важный момент подчеркиваю только после попытки получить разъяснение от автора и либо не получение разъяснений либо неудовлетворительных разъяснений давайте пойдем дальше некорректные заимствования чаще всего это проблема оформления и почти всегда почти на всех этапах анализа на всех этапах у жизненного цикла той или иной работы на которых производится анализ эту ситуацию можно исправить просто вернув ее автору для доработки если это дипломная работа то соответственно студент должен привести ссылки в правильный вид если это рукопись то авторы тоже должны правильно корректно сослаться на использованные на использованные источники диссертации так далее бывает ситуации когда уже ничего сделать нельзя это пример защищенной диссертации когда диссертация защищенная попала в вак и там огромное количество некорректных пусть даже и правомерных заимствований то это может послужить основанием для не утверждения степени вакуума правомерные заимствования но вот здесь оказалось бы все хорошо есть и есть зачем эту ситуацию рассматривать на самом деле не всегда так во-первых в некоторых случаях объем правомерных заимствований важен это зависит от жанра работы типовой пример научные журналы вправе устанавливать требования по минимальному объему оригинального текста статьи дело в том что научная статья такой жанр которым должны должен присутствовать оригинальный текст должны присутствовать оригинальные результаты и вопрос перепечаток это всегда вопрос такой очень сложный в любом случае журнал может сказать что не принимает статью потому что в ней мало оригинального материала вопрос сколько может быть должно быть статьи оригинального материала вот это вопрос непростой во первых он определяется отраслью то есть научной областью в которой работает журнал дело в том что в разных областях разная практика кто-то устанавливает не очень высокие проценты кто-то устанавливает высокие проценты в любом случае вот этот выбор он на усмотрение журнала с одной стороны но журналом можно разговаривать то есть можно вступать в переписку просить ссылки на нормативы и так сказать просить разъяснение тех и того или иного отказа важный момент важный момент если вот та ситуация когда по сути отсутствует требование к минимальному объему оригинального текста в научной статье это публикация ранее не опубликованной части свежезащищенной диссертации ну уж извините за такую сложную конструкцию сейчас спешу ее чуть-чуть подробно вот смотрите соискатель защитил диссертацию вот все от гремели банкеты степень получена утверждена и тут вдруг соискатель понимает а у него есть какой-то интересный фрагмент диссертации достаточно серьезный интересный который имеет самостоятельную значимость и который нигде не был опубликован диссертация это произведение на правах рукописи обнародованная но тем не менее все равно рукопись в каком-то смысле это сюда же попадают и припринты это тоже обнародованные рукописи но припринт это чистыми обнародованные рукописи научных статей диссертация это более широкое произведение и в том и в другом случае журнал может хотя журнал если будет подходить скажем так к проверке формально то есть по принципу загрузил проверил посмотрел на процент не принял журналом журнал можно убеждать то что публикации этого текста не было журнал может оперируя с интерактивным полным отчетом системы антиплоге от убедиться в этом и дальше принять решение о публикации этого материала ну если он удовлетворяет естественно остальным критериям это то что касается научных журналов квалификационных работах дипломных диссертационных объем оригинального текста сам по себе не имеет значения если мы не говорим каких-то дополнительных условий почему но потому что это произведение в общем-то вторичные все основные положения диссертации должны быть опубликованы в лицензируемых научных журналах ну из списка вак и вообще говоря диссертация так сходу то есть вот если не заниматься анализом редактированием отчета то она вообще может не иметь оригинального текста я скажу даже больше если я вижу диссертацию в которой оригинального текста чересчур много 90 процентов допустим она у меня вызывает лично у меня гораздо больше вопросов чем диссертация с большим объемом заимствования спрашивается а где статьи где пересечения с текстами статей которые в которых должно быть опубликованы основные результаты диссертации поэтому объем неправомерных заимствований объем правомерных заимствований эта вещь это категория которая иногда оценивается иногда нет то как должен быть устроен правильный процесс зависит от жанра еще несколько важных моментов переводные заимствования это область которая в последний момент набирает популярность потому что сейчас хорошо развита система машинного перевода сейчас авторы в среднем хорошо знают английский язык поэтому если найти подходящую работу на английском языке перевести ее на русский то можно попытаться выдать работу который не было раньше на русском языке за свою оригинальную проблема ну во первых антиплагиат эту проблему уже решает сейчас есть модуль обнаружения переводных заимствований база его постоянно пополняется вот пример статьи слева статья 2011 года на английском языке справа статья 14 года на русском языке которая целиком переведена который является переводом части этой англоязычной статьи вот здесь на английской статье просто отмеченные фрагменты указан порядок исследования в русской статье то есть это вот типичные примеры того что проблема есть с одной стороны с другой стороны она сейчас уже решается антиплагиат другая проблема вот популярность которой я бы нужно вообще эффект от которых последнее время растет это так называемые обходы антиплагиата и повышение оригинальности вот типовой пример сайта который предлагает повысить уникальность вашей работы без изменения текста и что к сожалению приходится отмечать что если раньше к услугам подобных сайтов прибегали чаще всего студенты для которых сдать работу это ну вот что называется сдал забыл и потом ищи ветра в поле студент выпустился и кто и кто его потом найдет то можно сейчас констатировать что повышается растет количество случаев когда такого рода сервисами пользуются например авторы научных статей то есть пытаются сдать рукописи которые обработаны вот такими вот повышательными оригинальности чтобы было понятно вот такое повышение оригинальности это не что иное просто как искажение файла и это рассчитано только на те случаи когда преподаватель эксперт редактор не смотрит полный отчет то есть достаточно пройти полный отчет чтобы увидеть что текст был скажу помимо ну скажем так просмотра полного отчета глазами последнее время система антиплагиат усиливает называется детектирующие возможности свои детектирующие возможности и сейчас есть значок подозрительный документ сейчас система видит ряд обходов просто можете их обнаруживать самостоятельно вот как выглядит пример текста который был обработан таким обходчиком просто между там ну вот каждым вторым словом вставлен некий невидимый текст который системой все-таки хорошо обнаруживается и показывается преподаватель и то что нужно иметь ввиду автором студентам автором научных статей соискателем степеней если речь когда мы если когда мы говорим о заимствованиях правомерных неправомерных здесь вопросы во многом скажем так экспертные то есть здесь часто проблему можно решить приведением текста в приведением рукописи приведением своего документа правильный вид расстановкой ссылок уменьшением размера цитаты так далее то когда вы пользуетесь услугами указанных сервисов это мошенничество мошенничество и подлог это вещи которые уже находятся на грани уголовных уголовных преступлений саморизируя так сказать подводя итоги вот тому что было сказано два слайда с рекомендации во первых слайд рекомендации по подготовке те авторам тем кто пишет научные учебные тексты вот проговорю чтобы это все осталось в таком компактном виде первое четко отделяйте текст который готовится сейчас то есть текст который вы пишете от текстов написанных не важно вами они написаны другими авторами пожалуйста делайте так чтобы читатель мог понять что является оригинального в этой работе оригинальным в этой работе что было подготовлено до вас то этой работы обязательно ссылайтесь при использовании чужих и своих текстов результатов идеи данных не стесняйтесь ссылаться на себя такая типовая проблема ой это моя работа на самом деле при чего я буду на нее ссылаться эта работа обладает точки вы как автор и ваш издатель как правообладатель обладает точно такими же правами как и авторы и обязанностями как авторы других работ поэтому ссылки на свои работы если вы используете оттуда материалы они также обязательны как и ссылки на чужие работы важный момент перефразирование очень часто можно слышать такую рекомендацию вот ваш текст не проходит через антиплагиат пойдите что-нибудь перепишите в значении перефразируйте это не этично это неправильно перефразирование является легальным инструментом только для косвенного цитирования других произведений в ряде случаев когда вы используете результаты полученные в другом в другой статье или в монографии в учебнике где угодно вы не приводите полную цитату оттуда а вы используете конструкцию например на такого вида как показано в работе такой-то таких-то авторов то-то то-то итогов то есть вы своим языком коротко саморизируя указываете что было сделано и что из этих результатов дальше высказываете какое-то свое отношение к этой работе или просто указываете на место этого результата в вашей работе таким образом перефразирование это инструмент только косвенного цитирования они перелицовки текст то же самое касается перевода перевод это не способ найти оригинальный текст перевод это такой же использование такое же цитирование другого материала как и любой другой как и любой другой и здесь ссылки тоже обязательно с точки зрения объемов пожалуйста используйте только то что необходимо не перебирайте с объемами и никогда не пользуйтесь услугами по обходу антиплагиата и повышению оригинальности помните что это мошенничество это подлог то что касается проверяющих редакторов экспертов преподавателей обязательно каждый отчет должен быть проанализирован посмотреть на процент недостаточно цель анализа этого отчета это оценка правомерности и корректности найденных заимствований оценка объема оригинального текста важно что автор не может быть экспертом он не может анализировать свой отчет от это должен делать кто-то другой у автора есть право неотъемлемое дать объяснение по найденным заимствованиям если с точки зрения эксперта будет что-то неправильно и никогда не нужно подталкивать перефразировки никогда не нужно отдавать текст со словами сейчас пока все плохо но вот если вы немного перепишите то станет все хорошо это ерунда так не должно быть ну и наконец наверное самое важное вот как и в любых многих любых других видов деятельности здравый смысл всегда должен иметь преимущество перед нормативы перед нормативами и техническими средствами расскажу коротко про использование про наши работы в части использования текста собственных работ то есть самоцитирование во первых в этом году вышла статья с анной кулешовой с автор санной кулешовой ольги беленькой мы подготовили практические рекомендации по тому как когда правильно когда неправильно использовать текст своих ранних ранее опубликованных ранее подготовленных документов в настоящей работе если коротко здесь есть ссылка это статья в открытом доступе я рекомендую использовать ее просто как рабочий инструментарий коротко здесь приведена матрица составными результатами этой работы где по горизонтали по горизонтали указаны те жанры из которых заимствуются текст из которых производится самоцитирование а в вертикали но в столбцах указаны те жанры куда ну и вот схематично значками там с комментариями там не везде все однозначно ну например просто приведу пример если посмотреть пересечении научной статьи с диссертацией данным по горизонтали научная статья по вертикали диссертация то сейчас попробую обвести вот скажем так вот вот имеется ввиду вот вот этот это пересечение здесь обращаю ваше внимание что из научных статей из своих свою диссертацию текст можно заимствовать без каких-либо ограничений единственное ограничение это просто указание источника в отличие например от другого примера не знаю из монографии опубликованными научную статью вот это практически невозможное действие то есть невозможный фрагмент монографии выпустить еще в формате научной статьи научная статья по определению жанра в котором есть оригинальные научные результаты помимо того что мы подготовили такие рекомендации возникла мысль посмотреть а вообще насколько распространено вот это явление такое явление как самоцитирование вообще может быть действительно мы говорим о вещах которые ну скажем так малозначимые и мало используемые и мы провели исследование мы взяли данные из e-library полные тексты научных статей отобрали только тексты которые содержат не менее 5000 символов и опубликованы на русском языке ну и ограничение по жанру жанр статья в журнале научная статья то что по-английски называется article и собственно вот с этой выборкой чуть больше 4 миллионов 300 статей мы провели следующий эксперимент для каждого отобранного документа мы выполнили проверку на заимствование вот по этой выборке ни почему больше не проверяли только по вот этим 4 миллионам статей и если мы находили документ который пересекался бы на 80 процентов с проверяемым мы их объединяли в кластер почему 80 процентов может быть ну то есть почему такой порог на самом деле при 80 процентах совпадение текстов формального с точки зрения читателя это почти один и тот же текст или просто один и тот же разница набегает за счет разной верстки по разному устроенные переносы может быть отличаться аннотация название может быть разным и так далее то есть какие-то структурные части могут давать вот эту вот разницу что мы получили прошу прощения перелистнул вот результат который был получен мы получили набор кластеров каждый кластер включает в себя все статьи основанные на одном и том же тексте таких кластер вот как я уже сказал более 70 тысяч 70 тысяч текстов разных были опубликованы в 145 тысячах статей то есть в среднем ну понятно что меньше коэффициент меньше двойки здесь быть не может так как мы рассматривали хотя бы случай чтобы это один раз совпало но тем не менее в некоторых случаях количество публикации одного и того же текста это существенно превышало так сказать два раза вот пример вернее вот результаты анализа сколько же раз публиковался один и тот же текст ну и видно что вот столбец который соответствует по вертикальной оси алгоритмический масштаб поэтому разница между первым и вторым столбцом она в несколько десятков раз но вот подавляющее большинство случаев это все-таки повторное опубликование одного и того же текста но есть случаи когда текст публиковался и 3 и 4 и 5 и рекордсмены справа обведенные кружком случаи когда один и тот же текст публиковался 17 раз вот таких два случая я покажу один из них вот рекордный кластер есть автор у него иногда бываются авторы название так сказать что-то когда-то меняются когда-то совпадают все это все статьи опубликованы в разных журналах обращаю внимание год публикации почти один и тот же то есть это вот 2015 год и только две статьи видимо из-за продолжительности издательского процесса перешли на 16 год то есть это типичный пример веерной рассылки когда одна и та же рукопись была разослана ну в 17 или не знаю больше журналов и была опубликована была в них опубликована с небольшими изменениями но в целом это одна и та же статья выводы я не буду сейчас там на самом деле исследование содержит несколько несколько таких результатов если интересно можно посмотреть вот приведены ссылки на презентацию на видеозапись выступления когда это впервые озвучивались эти результаты на конференции на икон в конце сентября этого года но если так коротко то самоплагиат это действительно распространенное явление значительная часть статей самоплагиата в настоящее время не опозваны важно то что действующий издательский процесс редакционные издательские лишает журналы возможности своевременно обнаружить попытку самоплагиата то есть журнал не может обнаружить то что ему пришла что пришедшая ему рукопись отправлена куда-то еще даже если ну скажем так скорее всего каждый журнал проверил на заимствование но в тот момент работа еще нигде не была опубликована и естественно каждый журнал посчитал ее оригинальной ну и еще один вывод это похоже что 70 тысяч статей придется отзывать на этом на этом у меня презентационная часть вебинара она окончена я давайте я перейду к ответам на вопросы перейду к ответам на вопросы сейчас я перелесну и буду отвечать давайте буду читать сразу и Монахова Лера Юрьевна осуществует документ который запрещает автору публиковать свою работу дважды или как компиляцию нескольких статей в одной да такие документы существуют это внутренние правила журнала то есть журнал устанавливает правила но это в подавляющем большинстве научных журналов что публикуются оригинальные материалы ранее нигде не опубликованные и не отправленные ни в один другой журнал то есть это с точки зрения правил журнала с точки зрения академической этики запрещено не только с этих точек зрения потому что это еще запрещено в соответствии с ну скажем так с нормами авторского права дело в том что вы подписываете автор подписывает с журналом договор и в котором журналу издателю передаются права имущественные права часть в часть или полностью имущественных прав на опубликованную статью передается журналу соответственно дальше Попытка эту статью опубликовать где-то еще, это уже нарушение авторских прав издателя, у которого это опубликовано. Кадырова Эльвира Алиевна, можете ли вы пояснить вопрос об авторском праве на рефераты в реферативных изданиях? Будет ли использование в публикациях заимствований без кавычек считаться некорректным, неправомерным? И что мы будем указывать в списке, автор реферата или автор оригинальной публикации? Я честно говоря, первый вопрос это авторское право на рефераты, видимо реферат обладает самостоятельным авторским правом, с другой стороны это как произведение производное относительно оригинальных материалов у реферативного журнала, очевидно выстроенные отношения с теми журналами, которые реферируют. Вообще говоря, это нормы, я думаю, что здесь общие нормы авторского права. Очевидно, что рефераты ссылаются на те издания, которые они реферируют. По поводу использования в публикациях заимствований без кавычек. Само по себе это не является ни некорректным, ни правомерным. Есть ряд областей, в которых принято цитировать в кавычках, дословная цитата. В каких-то областях это вообще косвенное цитирование по большей части и там кавычки не распространены. В принципе, все определяется нормами, действующими в научной области и вообще говоря, правилами оформления цитат. Но само по себе закавыченность или не закавыченность текста не является признаком. Квалифицирующим признаком является отсутствие или наличие ссылки. Если текст закавычен, а ссылки нет, то это как минимум некорректное заимствование. То есть неизвестно откуда взят текст. Если текст не закавычен, ссылки нет, но он заимствован, это уже скорее всего неправомерное заимствование. То есть здесь важный признак это не кавычки, это ссылка. Вообще говоря, если по поводу того, что указывать в списке. Если вы, скажем так, если вы ссылаетесь на реферат целиком, то есть вы в своей работе анализируете реферат. Тогда надо ссылаться на автора реферата. Если вы используете какую-то конкретную работу, то очевидно, что на автора исходной публикации оригинальны. Так, вопрос Луировой Натальи Александровны. Аспиранты публикуют статьи и материалы этих статей, используют в своей диссертации. При проверке диссертации система определяет это как плагиат. Как поступать в таких случаях? Первое. Система никакой заимствованный текст не определяет как плагиат. Плагиат или неправомерное заимствование, говоря иначе, или правомерное заимствование. Это определяет тот, кто работает с системой. Эксперт, редактор, преподаватель. Сама система суждений не выносит. То, что касается, что сначала публикуются статьи, а потом эти материалы используются в диссертации, я фактически ответил на этот вопрос, это случай правомерного самоцитирования. Диссертация может быть целиком соткана из текстов своих статей. И в этом никаких проблем, если в статьях все нормально, естественно. И в этом никаких проблем нет. Поэтому, если вам, соискателю, диссертационный совет отказывает на основании того, что просто большой процент и не принимает во внимание того факта, что это свои публикации, то, пожалуйста, совет можно убеждать. Просто пишите письмо разъяснения, и это чаще всего работает. Либо можете обратиться к нам в антиплагиат. Я такие письма регулярно пишу, регулярно отправляю. Можете обратиться в совет по этике научных публикаций Анрии. Тоже помогает. Я сразу же здесь скажу типичное возражение совета и способ его преодоления. Типичное возражение совета. Вы примуете всю эту аргументацию, а вам чаще всего представитель совета говорит следующее. Ну, в ВАКе же не будут разбираться, они же не будут детально анализировать. Вот я получаю информацию из ВАКа. Там, с одной стороны, регулярно не утверждаются работы в связи с обнаружением неправомерных заимствований. С одной стороны. Но, с другой стороны, во всех этих случаях производится детальный качественный анализ. То есть, не было ни одного примера, когда диссертацию бы отклонили просто по проценту. Таких примеров не было. И никогда не было санкций к советам по этому поводу. Поэтому правильное действие совета – принять публикацию, разобраться, действительно провести анализ, что там находится. То есть, технически, это снять галочки со статей, которые соответствуют статьям соискателя и посмотреть, что после этого останется. После этого не должно быть... То есть, если там уже после этого есть неправомерные заимствования, то здесь большой вопрос. Так, давайте дальше. Галецкая Анастасия Игоревна. Добрый день. Связь прервалась о выводах о перефразировании, как о косвенном цитировании могли бы вы повторить. Значит, еще раз коротко о перефразировании. Перефразирование является легальным инструментом при написании работ только как инструмент косвенного цитирования. То есть, если вы хотите саморизировать или косвенно сослаться, косвенно процитировать результаты какого-то другого произведения, неэтично, некорректно заниматься перефразировкой для того, чтобы скрыть связь этого текста с текстами ранних произведений, и неэтично, некорректно подталкивать авторов к этому. Перефразировка не является инструментом для повышения процента оригинальности. Это негодный инструмент. Вот если коротко. Олешкова Юлия Борисовна. На какой документ можно сослаться, чтобы убедить научный журнал принять неопубликованную ранее главу, уже защищенную диссертацию? К сожалению, в чистом виде такого документа нет. Нам бы и по этому, и по другим вопросам очень бы хотелось иметь какие-либо разъяснения. Но, скажем так, это скорее практика. То есть, вот какого-то документа, ну и поймите тоже, нужно понимать такую вещь. Научный журнал – это во многом вещь в себе. Этот журнал руководствуется своими правилами, которые сам для себя устанавливает. Журнал можно убеждать, заставлять нереально. С другой стороны, чаще всего в журналах работают разумные люди. А если это не так, то единственный выход – искать другой журнал. К сожалению, документа нет. Хадыра Воливира Оливьевна. Перефразирование допускается в рефератах, реферативных и обзорных изданиях, которые мы часто используем. Вы сами сказали, что за оригинальными публикациями невозможно уследить. Ну, за всеми невозможно уследить. Как быть с использованием рефератов и обзоров, а если реферат одновременно еще и перевод иностранного источника. Нет проблем, вы ссылаетесь на оригинальную работу, но указываете, что цитировано по реферативному изданию. То есть, у вас идет ссылка на оригинальную работу, но цитирование вы производите по реферату, по опубликованному реферату. В этом смысле вы снимаете с себя ответственность, например, за неточный перевод. Так, здесь Эльвира Алиевна, много вопросов. Интересно, а как многие повышают свой индекс Хирша? Многие только этим и занимаются, что делают, что цитируют себя или цитируют друг друга. Я знаю, что в индексе цитирования Web of Science обращается внимание, кто цитирует, кого цитирует, сколько раз и почему, в каком контексте. Здесь важный момент. Когда я говорил цитирование, я имел в виду цитирование в общечеловеческом смысле, то есть использование текста другого произведения. Вопросы, связанные со ссылками на другие произведения и нарушение этики в вопросах правильных ссылок, я не рассматривал. Поэтому я здесь только могу адресовать, порекомендовать, поучаствовать в вебинарах, которые проводит тот же Web of Science и многие другие коллеги. Там об этом расскажут гораздо более квалифицированно. Я, к сожалению, здесь не специалист. Так, и еще один вопрос. У нас при защите ВКР студентов никто не анализирует данные системы. Фактически преподаватели в качестве конечных экспертов не выступают. Единственный процент оригинальности, который указывается в отчете. Вы считаете это неправильно? Да, это неправильно практически от начала и до конца. Я, собственно, была презентация как раз во многом посвящена этому. Чаще всего просто потому, что здесь ошибки и те, и другие. То есть и первого, и второго рода. С одной стороны, студенты, зная, что их будут проверять просто механическими, техническими средствами, даже иногда пользуясь услугами мошенников, добивают процент до нужного и все. То есть они не занимаются правильной работой, они занимаются бессмысленной работой. Это с одной стороны. С другой стороны, страдают те добросовестные, может быть, те немногие, например, у кого опубликованы статьи. То есть если у него опубликована статья, то для него эта проблема, он должен заниматься перефразировкой своего же собственного текста. Поэтому вот такая практика, она неправильна. Если вы хотите, если в ВУЗе хотят использовать тот или иной процент, очень сложно убедить ВУЗы вообще отказаться от использования процентов, я рекомендую сделать что? Во-первых, установить, что в работе не должно быть неправомерных заимствований. То есть здесь необходимо более четко расписать методику. Вот просто основные штрихи этой методики. Должно быть установлено то, что в работе не должно содержаться неправомерных заимствований. Если вы хотите установить вообще какой-то норматив на заимствование, установите, но установите его в качестве рекомендации. Чтобы после, например, достижения некоторого порога от научного руководителя запрашивали бы просто объяснение, почему так. Если это, например, научная статья, то от него будет достаточно одной фразы. Материалы ВКР студента уже, так сказать, опубликованы в виде научной статьи или доложены на конференциях или еще где-то. И вот это будет решать проблему. То есть это если хочется оставить процент. И важно то, что должно быть установлена норма, кто отвечает за анализ, кто в ВУЗе отвечает за анализ работ студентов. Моя рекомендация, наша рекомендация, чтобы это был научный руководитель. Но с контролем со стороны. Коллеги, это все вопросы. Если я вижу, если вопросов больше не возникло, тогда я передаю слово Павлу. Спасибо. 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 Спасибо.